Приветствую вас Арина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы выдаёте. Смотрите, вот у меня есть ощущение, да, что глобально вы, в отличии от своих братьев, не подрослели. То есть, братьев ваши подрослели, а вы нет. Они уже живут, а вы нет. Да, они живут какими-то взрослыми идеями, какими-то взрослыми своими ценностями, а вы нет. Вы до сих пор живёте в прошлом. До сих пор живёте тем, что было тогда. И, понимаете, тут момент в том, важный момент, что, с одной стороны, вот эта вот обращенность в прошлое, да, она вас тягостит. С одной стороны, нужно на это смотреть. Как получается, что вы смотрите в прошлое, но не в пульсе. Это первое. И второе, это, вот вы достаточно много говорите про самооценку, вы достаточно много говорите про уверенность в себе, но ситуация заключается в том, что вы не раскрываете эту позицию. Вы просто говорите, вот в результате тех или иных действий моя самооценка снизилась, например. Но как именно она снизилась? За счёт чего она снизилась? Как это происходит? Как происходит снижение самооценки? Вот это непонятно. И вы никак это не поясняете, вы никак это не комментируете. Ну, например, что вы признаёте тот факт, что ваша мама права. Вы признаёте тот факт, что человек в принципе может вести себя глупо. Но эти волевые акты, они реализовывались на фоне некого эмоционального состояния. Когда? Может быть, это эмоциональное состояние было связано с желанием быть на хорошем счету у людей. Может быть, это было связано с потребностью в любви. Может быть, с чем-то ещё. То есть, некоторые эмоции, они вас как бы подготовили к тому, чтобы вы приняли такое решение. То есть, понимаете, не сама оценка снижается, а человек соглашается с тем, что ему говорят. Да? Вы, повторюсь, верите, почему-то поверили, точнее, своей маме, своему брату. Вот. Ага. И вот что важно. Вот что важно. Вот. А немножко с таким отдельным пунктом, я бы сказал, я бы сказал, идёт то, как вы воспринимаете свою маму. Как вы её видите. Кого вы не видите. Вот про своих братьев вы говорите, что они выросли, что они хорошо относятся ко мне сейчас. Я по привычке по-прежнему скованы с ними. Но я понимаю, что они относятся ко мне по-другому. Вот. Как вы видите маму? Как вы видите своих братьев? Как вы видите себя? Какие вещи вас сейчас волнуют? Чем вы сомневаетесь? Чем вы не уверены? Чего боитесь? Есть ощущение, что вы не можете себя защитить. То есть вот как будто бы вы будете не готовы, если вам кто-то из братьев скажет вот эти слова. Да? Какие-нибудь слова из детства. Вот. Вопрос заключается в том, по какой причине вы не чувствуете себя защищённым. То есть вот такое ощущение, да, что вы себя виноваты чувствуете. Потому что никак не отстаивали твои позиции. Никак её не защищали, во всем принимали позицию матерей, там, братьев. Вот. Только оправдывалось. Может быть это связано как-то с тем, что вы считаете себя отверженной отцом. И в этом сложности. Может быть есть другая сложность, что хотели ещё мальчика, а в итоге появились вы и папа просто не знал, что с вами сделать, как с вами себя вести и так далее. Вот. Ну, мне кажется, что вот как-то это между собой связано. Помочь себе, именно себе, помочь вы не можете никак, потому что это задача психотерапии исключительно. И вам нужно выбрать себе специалиста и начать с ним, со специалистом работать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помочь вам. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.